Июль 1941 года. Германские войска продвинулись вглубь советской территории на расстояние 450-600 километров и вплотную подошли к Полуцку, Витебску, Могилёву. Красная армия, оказывая неорганизованное очаговое сопротивление, продолжает отступать. Командующий Западным фронтом Красной армии Дмитрий Павлов по приказу Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина арестован. Назначенный на его место маршал Семён Тимошенко предпринял контрудар, а торши по флангу 3-й танковой группы противника, но успеха не добился. Штаб Западного фронта ещё расположен в Могилёве, но ввиду возможного прорыва немцев на Смоленск, готовятся к передислокации. Штаб Западного фронта Первый секретарь Компартии Беларуси Пантелеймон Пономаренко, третьим после Мехлиса и Тимошенко поставил подпись под докладной, ставшей практически приговором Дмитрию Павлову. Эта же подпись обеспечила ему, Пономаренко, временную безопасность. Он прекрасно понимал, что сейчас во что бы то ни стало, нужно обеспечить выполнение директивы номер один, о переходе на подпольную работу партийных организаций районов, занятых врагом. По сути, организовать партизанскую войну. Это нужно стране, и это оценит хозяин. Партийный актив уже направлен в оккупированные районы, но нужны конкретные боевые результаты. Пономаренко терпеливо слушал начальника оперативной группы заграждений Илью Старинова. Мины собственной конструкции. Конечно, Старинов – авторитетный, опытный подрывник, диверсант. Но эти образцы восторга у Пономаренко не вызвали. Сложно они по конструкции. Оон, сколько накручено, замыкатели-предохранители. Старинов объясняет, что при таком устройстве мина абсолютно безопасна при установке и неизвлекаема для противника. Рассказывает о других минах, которые можно производить из подручных материалов, о самодельных ручных гранатах и зажигательных снарядах. Имея образцы, производство таких конструкций несложно наладить и на фронте, и в тылу врага были бы знающие люди. Нужно создавать специальные партизанские школы. К сожалению, сетует диверсант, а это предложение не поддержал Мехлис. Но вы должны понять. Школы? Пономаренко заметно живился. Только лучше ее назвать, например, учебным центром. Старинов за ночь составил докладную записку на имя народного комиссара обороны Семена Кимошенко и даже разработал проект соответствующего приказа. Изложить на бумаге то, что не давало покоя годами, для него несложно. Пономаренко прочитал оба документа, сделал поправки в тексте, бумаги перепечатали, и на следующий день они уже были подписаны маршалом Тимошенко, который, оставаясь наркомом обороны, принял командование Западным фронтом. Это по существу подаренная им докладная на имя Сталина к вопросу о постановке минно-подрывного дела в партизанском движении, на которой потом Пантелеймон Кондрачевич расписался, что вроде как он ее написал, что я вот создал, написал и так далее. Как говорили в те времена строками Маяковского, «Сочтемся славой, ведь мы свои же люди, и пусть нам общим памятником будет построенный в боях социализм». Были такие строки. Создаваемая партизанская школа получила наименование Оперативно-учебного центра Западного фронта. Илью Старинова назначили его начальником. Пономаренко сразу же 12 июля направил его в город Рослаб под Смоленском. Там находился пункт формирования партизанских отрядов фронта. Там решено было разместить и оперативный учебный центр. Но на рассвете 17 июля поступил приказ перебазировать его в деревне Чонки под Гомелем. Накануне враг захватил Смоленск, и обстановка ухудшилась. «Знаете, вот чувство, что ты у себя дома и не знаешь, где спрятаться. Тем более, что это не то, что ты знал, что вот это могут застрелить, а вот это невинные дети, там старики, старухи, их оставили. Это все. Это шло и уничтожалось». Еще за три месяца до нападения на Советский Союз в своей директиве 30 марта 1941 года Адольф Гитлер указывал, что эта борьба будет резко отличаться от борьбы на Западе. На Востоке сама жестокость – благо для будущего. Речь идет о войне на уничтожение. «Если мы не будем так смотреть, то хотя мы и разобьем врага, лет через 30 снова возникнет коммунистическая опасность. Мы ведем войну не для того, чтобы консервировать противника». В первые дни пришлось увидеть расправу над бывшим директором Черкасской семилетней школы Афанасенко. Его по предательству Серко немцы арестовали, зверски истязали, вплоть до того, что физически, значит, обезобразили лицо и так далее, и убили. «Были у нас две семьи, одна с одной стороны, а другая через дорогу, пожилые, еврейские. Вот только их пришли, их собрали, зайдли недалеко, просто в лесок, и у леса жили». На оккупированных территориях немцы сразу приступают к установлению нового порядка. Заняв населенный пункт, они назначают бургомистра или старосту. В отдельных крупных пунктах под их началом формируются полицейские подразделения. Все бургомистры и сельские старости отвечают за безопасность своего района, главным образом за безопасность дорог. Охрана днем и ночью производится назначенными местными жителями. Отличительный знак – белая повязка на рукаве. Во власти этих людей любые меры. Например, тот, кто без разрешения бургомистра или сельского старосты дает убежище или питание посторонним, или оказывает им какую-либо другую помощь, независимо от того, мужчина это или женщина, будет повешен. У меня человек восемь, наверное, из родственников неблизких, ну, двоюродные сестры, братья там, мужья их, человек восемь загублены в тростянце, в лагере, за связь с партизанами или за то, что они принадлежали партизанскому движению. В городах и крупных населенных пунктах верховная власть принадлежала военной комендатуре и отделениям гестапо. Они проводили свои мероприятия по установлению нового немецкого порядка через гражданское самоуправление, организованное в городскую управу. Ее возглавлял городской голова. Что характерно, некоторые люди сначала вроде думают, что это может быть и как-то облегчит положение. Они намного богаче выглядели. Но потом, когда начались карательные операции в округе, они, люди, убедились, что надо ближе держаться и оказывать помощь партизанам. У всех, кто находится на оккупированной территории, одно стремление – выжить. Не попасть под пули, добыть продукты для себя и своей семьи, чтобы не умереть с голоду. Многие идут на немецкую службу. Были разногласия между, допустим, генеральным комиссаром Белоруссии Кубы и шефом войск СС и полиции, Готбергом на предмет, соответственно, целесообразности проведения таких жестких акций, поскольку, например, Кубы полагал, что излишняя жестокость по отношению к местному населению, заподозренному партизанскому движению или поддержке партизанского движения, приводит не к его подавлению локализации, а скорее к ожесточению, к расширению партизанского движения, поскольку люди, которые потеряли все, после того, как карательный отряд после деревни оставляет только сожженные печные трубы, он, естественно, не сколько уменьшает количество партизан, сколько увеличивает. Коммунисты, советская администрация и попавшие в окружение офицеры Красной Армии подлежали расстрелу. Потому уходили в лес небольшими группами, вооружались, чаще всего пытались перейти линию фронта. После того, как распространилось содержание советской директивы об организации партизанской подпольной борьбы, скрывающиеся группы стали формироваться в партизанские отряды. Но были и те, кто создавал боевые группы намеренно для борьбы с врагом в его тылу. В Сурожском районе Витебской области из числа работников Пудотской картонной фабрики ее директор Минай Шмырев начал собирать отряд. Он не имел опыта диверсионной работы, но с проведением боевых операций был знаком. Витебские партизаны назвали своего командира Патька Минай. Он организовал жизнь в отряде по военному образцу со строгой дисциплиной. Для лучшей конспирации и большей подвижности сформировал три боевых группы. Их действия координировал военный совет из пяти человек. 25 июля партизанский отряд Минай Шмырева получил первое боевое крещение. На берегу реки Туровка разведка обнаружила немецкий дивизион на конной тяге. Немцы отдыхали, упали, загорали. Огонь по врагу был настолько внезапным, что противник не смог сориентироваться и оказать организованное сопротивление. Убив 30 солдат вермахта, партизаны ушли без потерь. В сообщениях полицейских служб как раз таки речь идет, что вот эти банды, незаметно появляясь из леса, уничтожают наших военнослужащих, захватывают боевую технику, оружие и так далее. И также бесследно в этих лесах растворяются. Очевидно, разведка у этих партизан поставлена должным образом. В октябрьском районе Полесской области действовал партизанский отряд «Красный Октябрь», командир Федор Павловский. Павловский в 1938 году участвовал в боях у озера Хасан. Был на фронте во время Советско-финской войны. Комиссар, первый секретарь Октябрьского райкома партии Тихон Бумажков. 15 июля в оборонительных боях на реке Птич «Красный Октябрь» совместно с механизированным подразделением 63-го стрелкового корпуса сорвали немецкую переправу через реку. Выждав удобный момент, партизаны взорвали мост, открыли огонь из стрелкового оружия, по танкам применили связки гранат и бутылки с зажигательной смесью. В разгар боя прямой наводкой по вражеским целям ударила батарея подоспевших противотанковых пушек. Помимо убитых и раненых, немцы потеряли 30 танков и бронемашин. 6 августа 1941 года решением Президиума Верховного Совета СССР за организацию партизанского отряда и успешные бои против немецких войск Федору Павловскому и Тихону Бумажкову присвоены звания Героев Советского Союза. Это было знаковое решение – демонстрация серьезного отношения Москвы к партизанскому движению. Но политические демонстрации с делом, к сожалению, расходились. Кроме доброго слова, Москва практически ничем не помогала партизанам. Сталин и Пономаренко вплоть до конца войны заблуждались относительно того, что партизанские отряды способны воевать главным образом с помощью оружия и боеприпасов, захваченных у врага. Оперативно-учебный центр, который возглавляет Илья Старинов, разместился в так называемых «Обкомовских дачах» под Гомелем. Место лучше не придумать. Леса и поблизости железная дорога. Есть все условия для проведения тактических занятий. Старинов лично ведет интенсивный курс. На подготовку партизанской группы 60 часов. Раз в 15 меньше, чем когда-то в начале 30-х. В первую очередь нужны инструкторы-подрывники. Старинов показывает образцы взрывных устройств. Рассказывает, как можно изготовить мины, другие устройства, как их заложить, при необходимости извлечь, как выплавить тол, изготовить детонатор. Для того, чтобы изготовить элементарное взрывное устройство, человеку, который не имеет никаких навыков по минно-взрывному делу, это играть с огнем. То есть сколько шансов у щитовода, допустим, до войны, изготовить, выплавить взрывчатку из снаряда, допустим, подобранного на поле боя, и выйти, соответственно, после этой операции живым. То есть шансы у него 50 на 50. И то есть он знает, как это делать. Есть и краткий курс теории партизанской войны. Партизаны могут массовыми диверсиями парализовать вражеский транспорт, оставить соединение противника на фронте без боеприпасов и горючего. Диверсии рекомендуется производить по возможности вдали от населенных пунктов во избежание карательных операций. Массовость диверсий – самый надежный способ заставить врага отказаться от жестоких репрессий против мирного населения. Но что беспокоит Старинова, так это отсутствие какой-либо документации. Нужны методички, нужны хотя бы расходные материалы, взрывчатка. Для реализации диверсии нужны и деньги, и документы. Руководство рапортует о партизанских победах, а на самом деле группы вынуждены бездействуют, а то и гибнут. Была еще попытка забрасывать, допустим, определенные группы самолетов, да, вот доставка, но тоже очень рискованный способ. Но часть команды, допустим, немцы засекали момент выброски и, в общем-то, попадали в облаву, и кто-то сумел уйти, а кто-то не успевал и погибал. Заведомо, видимо, делали поправку на то, что кто-то погибнет, кто-то не сумеет добраться. Не выработана тактика партизанской борьбы. Многие уроки стали кровавыми. Так выпускники учебного центра, попадая в ображеский тыл, как правило, маскировались под местных жителей, спрятав оружие в гражданской одежде, заходили в населенные пункты. На дневке располагались, не выставив надежную охрану. Полиция быстро устанавливала чужаков. Они гибли, не успев совершить ни одной диверсии. Пронализировав обстановку, Старинов обязал диверсионные отряды носить военную форму, оружие на виду. Тем, у кого нет формы, на головные уборы нашивались кумачевые полосы. Психологический эффект превзошел ожидания. Группы, ввиду явной необходимости, вели разведку, поставляли дозоры. Местное население, видя обмундированные организованные отряды, воспряло духом, оказывало поддержку. Полицейские столкновения избегали. Немцы затрачивали немалые усилия на охранные мероприятия, что сковывало значительные человеческие ресурсы. Солдат вермахта Эрих Мирек. С первых дней войны спокойно по шоссе невозможно было проехать. Эту истину офицер штаба дивизии Кальпфель уяснил быстро. И если в первые дни вторжения его Мерседес возглавлял колонну, то потом твердо держался в ее хвосте. Основные немецкие силы на оккупированной территории – войска вермахта. Общеохранные функции у полиции. Особые – у подразделений СС. Первое уже карательное мероприятие. Деревня Дукоры. Изъято из оборота 681 жителей, из них 680 расстреляно. То есть остался всего один. Это к вопросу о том, когда говорят, что немцы пришли, вот они тут заигрывали, тут гуляет Эркуба, величайший меценат, хранитель белорусскости и так далее. Так говоря, грубо, да плевать он хотел на эту белорусскость, на всех этих Островских, Сажичей, Окинчицах и так далее. Для него главная задача была это выжать из белорусов все максимально, используя вот этих коллаборантов. Разведка донесла Василию Коржу, что два конных отряда немцев готовятся к карательной операции по уничтожению его отряда. В районе Заполе, в двух километрах севернее Пинска, отряд Коржа располагается в засаде. На левом фланге Вера Харужия. Инструктор Пинского обкома. Рядом ее муж Сергей Корнилов, заведующий военным отделом горкома. В отряде командир третьей группы. Немцев подпустили совсем близко. Василий Корж взял на мушка офицера. Ждать больше некуда. Палец плавно нажал на спусковой крючок. Первый выстрел послужил сигналом к бою. Немцы сразу понесли большие потери. Курш тут же дал команду к быстрому отступлению. Свои потери убит Сергей Корнилов. Три человека ранены. В Верах оружия в это время ждала ребенка. В последующем ее переправят в Москву, в тыл. Но она вернется. Мстить. И отомстит немцам сто крат. Погибла в немецких застенках в 1942 году. Присвоено звание Героя Советского Союза. Начиная с августа 1941 года, немецкое командование приступает к формированию специальных моторизированных и конных команд. Они хорошо вооружены и экипированы. В наличии даже минометы. Задача – ликвидация партизанских отрядов. Во многих случаях это была эффективная тактика. Далеко не все партизанские отряды были готовы противостоять обученным регулярным подразделениям вермахта. Партийные работники, организуя отряды, о партизанской борьбе ничего не знают и зачастую не имеют никакой военной подготовки. Всеобщая мобилизация в ряды Красной Армии была объявлена только в 1936 году, и многие даже не служили. Даже командиры Красной Армии, попавшие в окружение, далеко не всегда принимали и понимали войну скрытую, партизанскую. Поспешно созданные партизанские формирования несли крупные неоправданные потери. Кроме того, в первое время действия партизан были разрозненными и малоэффективными. В первые дни войны в пинском отряде Василия Коржа около 60 человек. Но наступили холода. Встал вопрос об устройство быта, возникла проблема выживания в суровых условиях. Источник питания местное население. Пока было возможно, платили, давали расписки. У гражданина Добролета для нужд Красной Армии изъят поросенок весом примерно 60 килограмм. Стоимость подлежит возмещению после войны. Ряды партизанского отряда Коржа уменьшились наполовину. Кто-то погиб в бою, другие ушли за линию фронта или к друзьям, родственникам, в подполье с тем, чтобы перезимовать. Из отчета Василия Коржа. 25 июля 1941 года мой заместитель, товарищ Березин, поставил вопрос, чтобы уходить за фронт. К нему подобралось еще человек 18, нытиков, маловеров, испугавшихся трудностей. Мой запрет и доказательства, что этого нельзя делать, оказались бессильными. 26 июля 1941 года 19 человек во главе с Березиным ушли за фронт. До конца 1941, до начала 1942 года люди были сильно дезорганизованы. Никто не понимал, чем закончится война. Никакой информации о том, что делалось там, далее на Востоке, у населения не было. Люди, в общем-то, еще выжидали, поскольку обыватель выжидал большинство населения, выжидал, каково же будет при немцах, каким изменения произойдут. Поэтому без какой-то серьезной поддержки с большой земли, без массовой поддержки населения, предоставленные сами себе, эти отряды, они были, скажем так, обречены либо на малую эффективность, либо на постепенное исчезновение. Ну вот они и итогом того и стало, что к концу 1941 года достаточно мало из тех организованных партизанских отрядов действует у нас на территории БССР. Илья Старинов не стал мириться с таким положением, он вновь добился встречи с Пантелеймоном Пономаренко и Георгием Жуковым. В отчете о работе оперативно-учебного центра изложил свои наблюдения, внес предложение о централизации управления партизанским и подпольным движением. Пономаренко оставил отчет. Читал допоздна. Действительно, с продвижением вглубь страны коммуникации фашистов растянулись. Каждый метр железнодорожных путей, каждый узел, эшелон с вооружением, склад боеприпасов, продовольствия, может быть уничтожен, не достигнув фронта. И если подготовить небольшие группы инструкторов диверсионной работы и направить их в наиболее крупные отряды, то малой крови можно достигнуть больших результатов. Командиры этих отрядов могут взять на себя управление более мелкими. Как им согласовать свои действия на оккупированной территории? Нужна связь и центральный орган управления партизанскими отрядами. Буквально сразу он составил докладную записку к вопросу постановки диверсионной работы в тылу врага, которая была утверждена ЦК Компартии Белоруссии и направлена в ЦК ВКПБ и лично Сталин. На примере диверсионной школы под Гомелем он рассказывал, как всего через пять дней занятий с опытными инструкторами колхозники сами закладывают заряды, разносят рельсы и скрываются в окрестностях, которые хорошо знают. Население оказывает охотно любую помощь. Кадры для подготовки диверсантов не ограничены. Надо решительно искоренить кустарщину, разобщенность, мелочность и в ряде случаев пренебрежение к диверсионной работе. Нельзя пренебрегать эффективным оружием, не требующим к тому же ни больших затрат, ни новых производств. Сталин не сразу отреагировал на докладную записку первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии. Только в конце 1941 года он вызвал Пономаренко в Кремль. Казнить нельзя помиловать. Пономаренко вспомнил примеры школьного учебника. Предательская дрожь играла в коленях, где хозяин поставит запятую. Перед глазами вдруг вспыхнул образ Павлова, осунувшийся лицо в кровоподтеках.